Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители, вы смотрите специальный выпуск телеканала ТВ Черкей, связанный с известными событиями, произошедшими в селении Черкей Байнакского района. И в связи с этим, первое, что хочется сделать, это соболезнование всем мусульманам, в связи с утратой нами достаточным шейхом Саидом Афаннику, также соболезнование особенно всем тем, чьим духовным наставником был достаточным устаз. Далее сделать соболезнование всем тем людям, которые находились в этот момент рядом со своим духовным наставником и сказать, что, наверное, нет человека и Мурида, который не хотел бы оказаться на их месте. Далее, уважаемые телезрители, хотелось бы сделать специальное обращение ко всем телезрителям тоже, и учитывая то, что есть масса вопросов, связанных с этим событием, обсудить это с Махтяжи Абидовым и, наверное, предоставить место и слово для соболезнования, и уже дальше обратиться к вам с вопросами. Дорогие братья и сестры, Да, он улучшит Аллаху Та'ала нашим сердцам собру, и да не станет это причиной тому, что мы забыли нашего Господа. Абу Бакар Ази Аллаху Анху, когда пророк, салли Аллаху Алиюсалам, покинул этот мир, он выступил перед сподвижниками пророка, салли Аллаху Алиюсалам, и сказал, кто служил Мухаммаду, Мухаммад умер, а кто служит Аллаху Субхану Хуа Та'ала, Аллах жив и не умирает. Аллаху Та'ала жив, Аллаху Та'ала жив, вселят мужество, терпение в сердцах истинных муминов, которые вот это глотают этот горечь утраты, так же, как в хадисе пророк, салли Аллаху Субхану говорит, только мунафик может не печалиться, когда алим покидает этот мир. И Аллаху Та'ала жив для мунафиков тоже, которые не печалятся, и для тех, которые радуются тоже. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте прочтем один сур Аль-Фатиха, три раза сурату Аль-Ихляс и три салата Аль-Фатиха. Сам Устас Айда Фандрия Удис и Сирруху говорил, что человек, который прочтет те молитвы, те суры, которые мы сейчас сказали, и вознаграждение этих сур, этого салата Аль-Фатиха, передат умершему, Аллаху Та'ала на 40 лет, говорит, отстрачивает наказание. Даже, говорит, если три раза салату Аль-Фатиха почитать, вот это наказание его и не коснется никогда. Аль-Фатиха почитать, kill, аль-Фатиха почитать, аль-Фатиха почитать и нздят, Субтитры сделал DimaTorzok 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 говорю. Может, это и неэтично, может, это и неправильно совсем. Ну, как-то... Я что хочу сказать, Мухаммад Расул, по этому поводу, вот, когда человек совершеннолетний, человек взрослый, человек, когда мы говорим, например, там, ты дома находишься, а отца отправил, это тоже, конечно, как-то не получается. Вот, я бы сказал бы так. Вот, делай одно хорошее, два плохих тоже, мы не можем же делать. Значит, не нужно, например, отцу и сыну выезжать на двух машинах. Им хорошо было бы, например, даже соседям вместе в одном машине сесть, что они на дороге больше места не занимали. Вторую очередь, например, мы говорим, пришел человек на кладбищу, вот, один раз пришел для этого человека достаточно. Один раз пришел, не нужно туда возвращаться второй раз, чтобы, например, там, именно каждый вот этот недель одну и ту же не повторят. Потому что там, вот, вот, дорогие братья и социальные, понимать нужно, когда слишком много народу контролировать, например, там ситуации тоже очень тяжело. Мы же какое время живем? Уже это же, вот этот случай показал же, в каком время мы живем. Поэтому там есть люди, которые следят не просто за порядком, а за какими-то подождительными моментами тоже. Там люди, вот, им тоже это легко будет, когда мало, например, машин, мало народу, там, как-то вот это все контролировать, контролировать, тоже им удобнее будет. Поэтому мы говорим, не нужно, например, после того, как, например, человек вот оказался на кладбище, оттуда еще домой, туда к ним рваться, стараться. Эта вещь не нужно делать, категорически не нужно делать. Вторую очередь, нужно стараться, чтобы, например, меньше транспорта было. Допустим, я, если есть где-то свободное место, пусть человек не берет машину, а садится на другой. Или же, например, конце до концов, как-то выехал один, на пустом машине один человек. Вот, например, со знакомым встретился где-нибудь в Буйняске, или где-нибудь, вот там пересел, вот, значит, и заполнил машину. Примерно вот так. Вторую очередь, когда человек ставит машину, пусть ставит так, чтобы он выехал тоже, ему было удобно, и другим он не мешал. Например, вот, вчера ночью мы же видели на дорогах, как были разбросаны машины прямо на трассах. Эти вещи нельзя делать. И когда человек, который один раз пришел, второй раз, например, вот туда не вернется, ведь у нас, если Аллах даст нам жизнь, у нас будет в жизни много возможностей посещать это зияра тоже, и так далее, и так далее. Поэтому, это вопрос всего лишь на все вот этой неделе касается, когда вот именно туда-сюда люди ходят. Вот этого времени это касается. А потом мы же, когда все, значит, вот эта, вот эта давка, это закончится, потом люди там друг за другом, они же на зияра могут приехать. Никаких проблем, иншалла, там не будет. А что касается маленьких детей, это я бы не сказал бы, чтобы их взяли. Маленьких детей, если есть возможность, оставьте дома. Женщин вообще не берите. Эту тему женщины давайте особенно затронем. Какие женщины, я даже не знаю, как правильно поставить вопрос. Каким женщинам туда приезжать? Или вообще, вообще стоит ли брать вообще жену? Я скажу следующее, Мухаммад Расул, вот есть родственницы, именно их родственницы, например, или невеста, или два родная сестра, то те женщины, которые к ним лично имеют отношение, эти женщины, они сами друг друга знают. Дело в том, что у стаза, их семья с людьми обходится так, что эти люди думают, наверное, в мире нет людей, которых, вот, больше них, которые они любят. Это и есть то, что Пророк Солосов нам завещал, и то, что Пророк Солосов нам принимал, тоже так. Поэтому, это все понятно, раз они нас любят, давайте полюбим мы их тоже, и не будем их в этом положении, например, вот, например, нужно и накормить, и уложить где-то там, и так далее. Там же масса вопросов возникает. Поэтому не нужно женщин вообще туда брать. Женщины, которые, например, непосредственно отношение имеют к семье, у стаза, вот они знают, куда и как, да, они там уже, да, они там, там не остались, тех женщин, которые там, которые там должны были быть, которых там нету. А других женщин, пусть дома сидят. Значит, дома вот то, что мы сейчас здесь читали, дома читают, то, что мы читаем дома, тоже до них доходит. Хорошо, Матя, ажи, теперь у меня следующий вопрос. Ну, будучи сегодня на кладбище, я обратил внимание, что люди, ну, как бы, немного хаотично подходят, со всех сторон пытаются пройти. То есть, это не какая-то такая организованная, как бы, действие, люди с разных сторон пытаются пройти. При этом, как бы, наверное, было бы неплохо, чтобы старшие вперед проходили. Молодые, в принципе, если отец пошел, может, и не стоит даже подходить молодому. Как-то вот на этот же момент обратить внимание. Более того, были люди, которые подходят, допустим, к сыновьям, достаточным в шейхе, и, делая соболезнования, они обнимают, что-то говорят, начинают, ну, не сдерживаются. Вот, как правильно, наверное, и оптимально вот это сделать, и дальше, вот, еще раз обозначить, дальше что сделать. Вот они выразили соболезнование, дальше что. Можно им сразу уехать, и уже, ну, не возвращаться эти дни. В конце концов, еще раз, чтобы подчеркнуть это, правильно. Вот, Мухаммад Расул, здесь мы говорим, вот, вот то, что я вначале говорил, что, вот, это все муриды, они есть те люди, которым тоже нужно делать соболезнования, правильно. Поэтому, это наше общее горе тоже. Поэтому, вот подойти, например, человеку, который, может быть, в лицо, его не знает, да, подойти, поздороваться, в этой суете, нет смысла, нет смысла. Те люди, которые, например, они близко знают, и так далее, и так далее. У них есть, например, да, вот свой круг, который они знают. Они уже сделали соболезнования, все. Лучше всего, я бы сказал бы, дать возможность семье подойти к могиле, и так же спокойно уйти. Вот это вот, дать дорогу, не окружать их. Там, как говорится, не отмечаться, например, да, там, что он тоже там был. Этого не нужно делать. Этого не нужно делать. Если там люди организовали, примерно, вот такой, да, вот сделали, там, почитали дуа, сделали ряд, и они стоят, ждут тех людей, которые будут к ним подходить. Это одно дело. Даже тогда, тогда, ну, хорошо, 100 человек пройдет, 200 человек пройдет. Сегодня это часа два минимума, вот беспрерывно. Два часа люди шли беспрерывно. Это, с кладбища мы не вышли. Два часа люди вот потоком шли, при этом со всех сторон. Вот это... Это, конечно, горе, но это от основного. Нельзя же это отвлекать. Не нужно, например, лезть справа-слева. Нужно, как будто это, соблюдать, например, порядок, сторона. Я еще раз говорю, эта вещь, Мухаммарасулу, эта вещь просто-напросто не получится, пока вот люди вот подойдут, улгу сделали, там после улгу почитали же, алхамм, сразу встали и вышли все. Просто вышли, сели в машину, по домам уехали. Вот тогда, иншаллах, что-то получится. Еще раз говорю, дорогие братья, этот жарад никуда не уйдет, иншаллах, значит, туда будет, например, когда спокойнее, когда человек сам может, например, да, поговорить, да, с кудьям, с глазу, на глаз, как говорится, пусть потом потихоньку подойдет, это же и будет, иншаллах, рахмани, возьярата. В этой свете чуть-чуть нужно в этом моменте соблюдать, что говорить. Матя же, я даже видел черкейцев, черкейцев, которые еще вот так не подошли и соболезнования, вот так они не подошли, не сделали, из-за того, что столько людей подошли, чтобы просто дать возможность хотя бы выйти, спокойно дойти до места, где на Тазиат люди приходят там и так далее. Хорошо, Матя же, уважаемый, такой вопрос, ну, люди, когда подъезжают, там есть работники структур внутренних войск, МВД, республики, там так далее, военные тоже встречаются по дороге. Теперь, ну, наши некоторые люди пытаются проехать в селение попасть. Очевидно, там есть ребята, которые, дежурные ребята, черкейцы сами, они подсказывают, куда, как направить машины, ну, порой бывает, ну, не совсем приятно слышать те разговоры и видеть, ну, то, что происходит там, увидеть, как поставлена машина, как, порой, от того, что вот эти работники встречаются первыми в такой ситуации, на них тоже, как, ну, те люди, которые приехали на соболезнования, видимо, не зная, кому что сказать, они, вот, начинают срываться на этих работников, наверное, было бы уместно сказать о том, каким образом, ну, там себя вести, учитывая то, что машины, насколько я понимаю, в Черкее сейчас ни одна машина практически не заезжает, за редким исключением, что говорит, вот представьте себе, Мухаммад Расул, вот маленький светофор, да, как только она тухнет, у нас что получается на перекрестке, какой хаос получается сразу, мы видим, какие аварии происходят сразу, это один светофор, значит, и надо, шукра Аллаху, делать за то, что Аллаху Таану нам послал этот светофор, который помогает нам ориентироваться и подсказывает нам, кому первым ехать, кому вторым ехать. Когда вместо светофора стоят люди живые, как этим людям нужно относиться, мы же должны понимать. И когда какой-то человек делает порядок, кто бы это ни был, надо же прислушиваться. Нельзя, нельзя, например, там, вот, именно в такое время, в таком месте, такие, вот, такой опечаток оставить в сердце. Пусть даже эти будут люди, которые из России приехали, пусть эти люди уходят с таким ощущением, чтобы они там, когда к себе на родину поехали, намаз начали делать. Пускай с таким ощущением они едут. Мы должны себя показать только с хорошей стороны. И эти вещи, эти испытания Всевышнего Аллаха, они не должны стать причинами того, чтобы мы еще хуже стали. И когда люди, местные, пускай эти будут, или военные будут, когда нам подсказывают дело так, как говорят. Потому что эти люди не просто пришли там откуда-то и начали свое делать. Эти люди делают то, что необходимо этому селению. Именно помогают этому селению. Это нужно понимать. И нужно прислушиваться. Когда машине говорят, встал, не нужно пробиваться, например, там и так далее. Нужно делать так, потому что вот если кто-то обычно с такими людьми же проходят, с такими людьми же, например, да, кто-то нехороший человек, как говорится, пробился тоже и сделал что-то неплохое, тогда что? Этот человек, который пробил эту дорогу, он же перед Аллахом ответит. Эти вещи нужно понимать. Не должны быть, нам нельзя становиться причинами горя людей. Поэтому шаги тоже, если вдруг кому-то придется, Махан Расул, далеко машину поставить, его шаги же не просто так. Аллах считает его шаги в сторону зияра. Хорошо. Махтяжи, еще один момент, который, откровенно говоря, я не совсем понял для себя, но я думаю, что не один такой. У нас вообще насколько уместно было произнесение такпира в таком случае? Понятно, что это таспих, но как-то... Дело в том, что такпир, когда человек говорит Аллах Велик, именно с таким смыслом, он везде уместен и он, конечно, вот Аллах Велик, и так это, когда мы человека хороним, азан читаем. Просто дело в том, что кто-то выступает вперед и кричит такбир, и люди готовы, например, за ним повторят. Это мне показалось, это как будто испытание вот этой массы людей, готовили они поддаваться на любую провокацию. Примерно такое испытание, что ли, проводят, такое ощущение возникает. Вот люди, например, человек тысячи, две тысячи, десять тысяч, один уходит вперед и кричит такбир. Например, да? Вопрос, ты кто, что вперед уходит? Ты иман? Вообще, с чего ты вдруг начал такбир читать? Правильно же? Сегодня он такбир скажет, завтра вперед скажет. Да? Вот это же понимать надо эту вещь. поэтому просто-напросто вот когда такой, представьте себе одному, вот да, вот нашему, значит, ну, скажем так, да, имаму, и наш имам хочет нам что-то сказать. Просто этот, этот шум, гам, это вещь, его слова слышать же не дают людям. Поэтому хочу сказать, не нужно выкрикивать эти вещи, не нужно выкрикивать этот такбир. У него бывает место. Если нужно кричать, такбир будет читать тот, кто достоин этого. Именно с его начала, иншаллах, мы будем повторять за него такбир тоже. Такие вещи не нужно делать. И пусть люди там местами не занимаются тем, что в голову приходит. Когда что-то делает, какая-то причина бывает с чего он вдруг начал такбир читать? Раз мы начали говорить о теме провокации, очевидно, что вообще изощренность поступка и подлости, которую может сделать человек, это просто невообразимость становится в наше время. Поэтому буквально до того, как сесть с вами здесь в студии и говорить, проводить этот специальный выпуск, я услышал, что есть разговоры о каких-то митингах, что на каких-то каналах было сказано о том, что может это так не останется, что будут определенные какие-то может волнения, еще что-то. То есть учитывая то, что это из уст в уста передается и обязательно там что-то добавляется, давайте вот вот эту тему тоже затронем и как-то прокомментируем. Кого слушать, что делать и чего ждать людям? В первую очередь я хочу здесь напомнить о уже о былой практике скажем тогда, то, что было еще давно, когда погиб наш муфтий Саид Мухан Хаджир тогда тоже вот где-то вот Кизлюртовской районе начали собираться люди. Были среди них вооруженные, были какие-то там политики, были что-то там, ну кого только там не было и так далее, и так далее. И когда вот этот вот этот сбор этих людей, когда мы там услышали, когда туда поехали, там нашли людей, которые при жизни, которые не выделяясь особой любовью к Саиду Мухаммаду, рахима Аллаху, совершенно, которые не выделялись. Даже они поздоровались с ними просто-напросто, да, именно как с ознакомим даже просто, да, где-то там каком-то там мероприятии, там, да, вот, как с незнакомцем может быть, но как знакомить человек поздоровался, еще непонятно. Поэтому эти люди там, вот, не прислушивались, вот эти люди не прислушивались к словам тех людей тоже, которым мы обязаны по шариату прислушиваться. Вот к ним тоже не прислушивались. Значит, там начали, там, там организовать какой-то штурм правительства, там, что только там не было, алхамду лиллях, это все стихло, это все стихло по воле Всевышнего Аллаху Таалла, но такая провокация не получилась. Такие моменты, именно, вот такой вот горе-мусульман используют готовых людей очень много, очень много. Поэтому у нас есть те люди, которые до сих пор прислушивались, да, они, которые должны прислушиваться и дальше тоже. Дорогие братья и сестры, жизнь это, это не вечная вещь. Просто мы сколько раз говорим, у каждого человека есть свое время, которое он должен проводить. И некоторым Аллаху Таалла дарит такой смерть, чтобы его смерть тоже зря не проходила. Ну, что? Умара асхаба убили. Умара асхаба в намазе убили. Так же вот ряды, все мусульмане рядами стояли там, так убили. Умара асхаба дома, который читал Куран убили. Что Истам остановился, что ли? Что больше после них имама не было, алима не было, ученых не было и так далее. Все будет идти, иншаллах, рахман. Но провокации нельзя подаваться. Эти вещи, например, как будто больше жизни нету, так не нужно думать. Иншаллах, рахман. Аллах, таалла, сухари, и дай нам быть в нужном месте в нужное время. Вот это. Поэтому не прислушивайтесь ни к тем людям, которые там обзванивают, которые эсэмэсками кидаются, которые там что-то щепчут, которые что-то там говорят, у которых нету. Когда нужно, вот как сегодня, например, вот здесь мы говорим, перед вами выступят люди, которые мнению, которые прислушиваются, и чтобы вам именно без посредников передать то, что делаете и то, что нужно делать. А так, такого нету. И то, что нету, нельзя в это верить. Еще раз хочу сказать, не подавайтесь провокаций. Ни дома, ни здесь, ни где-то, ни к этим слухам. Будут люди, которые нас натравляют на это. Обязательно будут. Но тем не менее. Махтяжи, в принципе, практически все темы, которые хотелось поднять, некоторые моменты обозначили. Может, даже это чуть более по времени заняло, чем даже ожидали. Давайте напоследок еще раз напомним нашим телезрителям, что им хорошо делать, будучи дома. Ну, и будем прощаться, наверное. Конечно же, в первую очередь, мы еще раз напоминаем, что женщине не выходите, пожалуйста. Не выходите там. Просто как женщине соблюдать вот это, да, свои обязанности для женщины очень тяжело будет. Как-то, когда мужчине мечет, намаз, омовение и так далее, эти вещи получаются. Женщине приходится, например, кому-то там домой стучаться, куда-то пройти, а исходя из того, что там, например, селены людей не заходят, посторонние люди не заходят, это очень тяжело будет. И поэтому пусть женщины остаются дома. Также, люди, которые уже один раз были на полу, пусть они тоже остаются дома, не выезжают. А те люди, которые уже выехали, пусть не стараются собственноручно здороваться с членами семьи, искать их, находить их или узнавать их. И значит, вот то, что вы туда пришли, сделали, устаз нас видеть, значит, это есть наша соболезнь, иншаллах, рахмана. Когда уже мы возвращаемся, вот каждый утром, Мухаммад Расул, человек, например, может после утреннего намаза делать кулху, дома может делать кулху. Значит, то, что, например, если он приехал бы к устазу Назира, то, что он там почитал бы, это может он читать дома, собрать свою семью, жену, детей и так далее, и так далее. Это раз. Второй. Куран читают, тоже, Куран читают, конечно, это ясное дело, но у него очень суровые, такие, очень тяжелые адабы из Украина. И устаз, Саадуха Сумхандафан, из Батлуха, он говорил, мне нравится, когда кулху читают. Когда весь Куран читают, даже ученые, алими могут где-то, значит, для них, да, вот, и уже читая с сопровождением смысла этого Курана, где-то для него непонятный месяц, даже для алимов бывает. Поэтому хуллур соблюдать очень тяжело. А смысл Суратул-Ихляса понятно же для каждого человека. Поэтому, читая Суратул-Ихляс, повторяя ее, значит, он и хуллур может соблюдать, для хуллура не тяжело. И вместе с этим, с адабом ее может почитать. И чтение три раза Суратул-Ихляса приравнивается к чтению всего Курана тоже. Пусть этот человек читает, например, сто раз, тысячи раз, это его дело. Самое главное, вот чтение три раза вот этой Суры приравнивается к чтению всего Курана. Это такое вознаграждение. Один Алхам Сурату-Ихляса Один Алхам Три Кулху Три Салату-Ихляса Салату-Ихляса Кто не знает, три Салавата же может просто Салавата. Нет, в этом случае это Сурату-Ихляса это ее достоинство, ее особенность там. Салату-Ихляса Аллахума салли аля Сайдина Мухаммадин и Фатих лима Ихляса 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 Это периодически ее тоже читать, это тоже было бы хорошо. Потом, дорогие братья и сестры, совершайте Салату-Ихляса Салату-Ихляса для человека поэтому там этот намаз помогает ему намаз радует его это намаз совершается как суна-два рака'ата читается например в первом рака'ате после суры Аль-Фатиха Аят 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 так же разрешается совершать джама'ат у этого намаза кроме тех временей в котором суна-два намаз нежелательно делать значит вот любое другое время разрешается это намаз делать тоже и вот как раз таки в книге Саида Афанди сокровищница благодатных знаний там тоже говорится об этом намазе если кто-то вот смотря передачи например вот не запомнит он может из этой книги как раз таки вот это намаз найти и вот другие например вот любые например джикру дуа который человек делает значит он может например дома все делать просто некоторые люди ждут что где-то соберутся они что-то делают и то что он дома отдельно делает тоже это будет очень хорошо напоследок еще хотел бы сказать что есть счастливые люди которые вместе с устазом прошли через эти врата на тот свет их тоже дорогие братья и сестры не забывайте может быть вот все люди имена не знают этих людей которые покинули этот мир говорите и устазу и тем которые вместе с ним в этот день покинули этот свет примерно вот так ну известно конечно там были неопознанные тоже еще тела то есть люди которых еще не знают вот именно кем он является такие тоже были а один из счастливых людей который в этот мир в этот момент вместе с устазом ушел это мурад хаджи и селену хаджалмахи ему тоже делайте дуа за него тоже со своими сыновьями обеими сыновьями им тоже делайте дуа и за них тоже совершайте этот намаз салат у нас мы благодарим вас еще раз за то что нашли время для того чтобы дать какие-то разъяснения нашим телезрителям я думаю и радиослушателям которые будут слушать этот выпуск почему потому что есть масса вопросов людей на самом деле находятся в небольшой растерянности ну еще раз наверное хочется сказать что очень сложно говорить о стаде сайда фанепл диссеру в прошедшем времени но подчеркиваем что не было мюрида который не знал что рано или поздно эта встреча самая счастливая встреча иншаллах она состоится и дай Аллах чтобы как мы в Дуняле были рядом с этим великим человеком чтобы в судный день рядом с его наследниками рядом с ним самим рядом с нашим пророком Мухаммадом и отправились к месту удовольствия Всевышнего Аллаха Вассалам Алейкум Вархмут Аллах Варакат